Добрый вечер! Вы смотрите программу «На справде» в прямом эфире телеканала «Симон». Наш телефон 7175-501 и в ближайшие 20 минут мы будем говорить об административных услугах, о том, как это дело организовано у нас в Харькове, что уже сделано, что предполагается сделать. У нас в гостях Андрей Николаевич Проскурин, директор Департамента предпринимательства и потребительского рынка Харьковского горсовета. Здравствуйте! Здравствуйте, уважаемые зрители! Здравствуйте, Владимир! Ну, наверное, хорошо бы начать с истории вопроса, потому что, да, у нас многовековая, не очень добрая память история бюрократии, к которой, ну, к сожалению, конечно, какая-то есть инерция, вот длится она, наверное, и до сих пор длилась. Да, и вот мечта извечная, вот с началом реформирования всей государственной машины о том, что все это будет оформляться быстро, все документы, все разрешения, что ступени станет мало-мало-мало-мало и вообще не станет их совсем. Ну, вот как в Грузии, вот идеал приводят к Грузии, да, грузинская модель, то есть ты там заплатил деньги, посидел там полчаса и тебе сделали документ. Если взять историю вопроса, как это решается у нас, вот как давно взялись за реформирование предоставления админуслуг и какие успехи у нас на данный момент? Я понимаю вашу иронию, Владимира, на сей счет, может быть, где-то даже разделяю. Начнем с предыстории вопроса. Возможно, да, Грузия, возможно, опыты иных стран, они предопределили развитие реформирования, точнее, разрешительной системы в государстве в целом. Самое интересное для города Харьков, что Харьков оказался пионером в этой отрасли и те наработки, те инновации, и то, что произошло в городе Харькове два с половиной года назад, это открытие обновленного единого разрешительного центра, это явилось такой отправной точкой для развития системы предоставления административных услуг в целом в городе Харькове. Там, насколько я помню, когда открывался этот центр, главным был принцип, даже, может быть, не столько, скажем, ускорения процесса, сколько прозрачность процесса, потому что понятно, что так или иначе дозволы получали все, кто в этом был заинтересован, был момент именно соблюдения всех юридических тонкостей, законов и так далее, вплоть до физической прозрачности, когда там, по-моему, делали прозрачные стенки. Вот выдержан ли этот принцип, сейчас работает центр предоставления админуслуг, вот продолжается ли эта традиция дальше? Абсолютно выдержан этот, скажем так, тезис, более того, помимо прозрачности в физическом смысле этого слова, и присутствует четкое понимание самой процедуры, ее понятности и доступности, то есть задача как единого разрешительного центра, как и в целом центра предоставления административных услуг, чтобы заявитель четко понимал, какие ему необходимо подать документы, какие сроки существуют, определены действующим законодательством, на принятие решения по поданным документам, и что ему необходимо сделать для того, чтобы получить ту либо иную административную услугу, тот либо иной документ разрешительного характера. Помимо того, что существует четкая, понятная и прозрачная процедура, немаловажным является и географический принцип, когда по принципу организационного единства в одном месте человек может получить различный спектр услуг, ему нет необходимости кататься по большому городу, от одной службы к другой, он может в одном месте одновременно подать несколько документов, документов по разным направлениям, это очень удобно, и практика более двух лет работы центра по Красношкольной набережной 26, она подтвердила, что это правильное решение. Тем не менее, вот этих точек, насколько я знаю, будет больше, да? Не единый будет, вернее он будет единый, но не один. Вот тут я вас поправлю, это дальнейшее развитие, мы скажем, их будет несколько для того, чтобы человек мог выбрать точку по географическому принципу нахождения, для того, чтобы ему было удобнее, ближе. То есть наличие центра, предоставление административной услуг, грубо говоря, мы подвигаем ближе к заявителю, к субъекту, который хочет эту услугу получить. Вот на это направлено. Уменьшение очереди, в первую очередь. Одно дело, когда сосредоточено в одном месте, а другое дело, когда разделено по нескольким местам. Более того, гражданин, ну допустим, Заржинский, Киевский район разделяет улица Сумская, но по географическому принципу жителю Заржинского района ближе подойти с улицы Сумской на улицу Чернышевскую, там где расположено здание Киевской администрации, он может это сделать. А, то есть не будет такое четко, да, что вы идите в свой район? Нет, не будет. Интересно. Это будет открыто в каждом районе, в административном районе? Да, в здании, не просто в каждом районе, а в здании райадминистрации. Был выбран именно такой принцип, потому что место расположения здания райисполкома по прежнему названию, райадминистрации по нынешнему, оно знакомо для жителей этого района, поэтому нет сложности для определения местонахождения, куда обратиться. Наверное, имеет смысл все-таки, что мы так вот говорим, административные услуги, разрешительные услуги, немножко расшифровать эти понятия, собственно, о чем идет речь, и о каких услугах, да, и зачем можно будет приходить в эти новые центры? Ну, перечень настолько обширен, что долгое его перечисление, конечно, займет очень много мест, времени. Ну, наиболее популярное, которое на сегодняшний день, это то, что предполагается через территориальные центры, которые будут расположены в районах. Это получение паспорта гражданина Украины, это вклеивание фотографии при свежении и возрасте 45 лет, это регистрация места проживания, это получение удостоверения ветеран труда и так далее, и так далее. То есть те услуги, которые необходимо подвинуть ближе к жителям района. Регистрация субъекта хозяйственной деятельности, физлицо, предприниматель, юрлицо, тоже там. То есть это близко, это удобно, это доступно, и потоки людские, они распределяются равномерным образом, и это удобно в первую очередь для тех, кто обращается. В целом список в районах предполагается порядка 120 административных услуг, это достаточно обширный, и в дальнейшем это более 300. То есть будет расширять? Конечно. Скажите, пожалуйста, прошла информация в ряде СМИ о том, что будут даже заграничные паспорта оформлять в этих центрах, это правда? Да, проводится организационная работа, я не буду скрывать, основная, ну не проблема, а вопрос, это поставки оборудования, которое необходимо для выдачи паспорта гражданина Украины. Работа организационная ведется, я думаю, и в ближайшее время, если не во всех районах, то в 3-4 можно будет обратиться. В любом случае информация будет через средства массовой информации доведена до населения удобным и доступным способом, об этом будут знать все. Новые центры наверняка потребуют кадры, да, вот кадры решают все, как говорится. А есть ли у вас достаточное количество подготовленных специалистов для целых 9 новых центров? Есть. Работа в центре предоставления административных услуг по Красношкольной набережной 26 велась уже достаточно долго. Люди получили необходимый опыт, знания и умения, поэтому тот, кто прошел практику работы там, возглавил территориальные представители. Да, пришлось обратиться для найма дополнительных работников, обучить их в установленном порядке и в определенные сроки. На сегодняшний день кадровые вопросы решены. Решен, да, то есть в принципе готовы, готовы работать. Квалифицированных кадровых работников. Да, безусловно, готовы работать на полную. Я сегодня заходил на сайт вашего центра, посмотрел статистику, ну так вот приблизительно получается 150-200, да, вот где-то человек в день обращаются за теми или иными услугами в этот центр. Это вот нормальная цифра или обычно больше-меньше? Скажу так, вам не повезло, вы не получили среднюю цифру в действительности. Среднее обращение за 2013 год составляет в день от 500 до 650 человек. 500-600 человек, хорошо, сколько из них обращается за документами, которые имеют отношение к предпринимательской деятельности? В принципе, это очень важный показатель, поскольку он где-то маячок экономики. Больше половины, больше половины, больше половины, я бы хотел немножко разделить эти вопросы и пояснить и зрителям, и желающим услышать, что получение документов разрешительного характера, это составная часть центра предоставления административных услуг. Единый разрешительный центр, деятельность которого направлена на обслуживание субъектов хозяйствования, это дополнение к целому такому комплексу мероприятий по созданию, мы уже говорили, прозрачной и понятной системы предоставления административных услуг в целом. Потому что тот либо иной разрешительный документ, это та же административная услуга, да, имеет свои особенности, да, ориентирована на субъектов хозяйствования, но зачастую она проще оказывается, чем, допустим, рядовому гражданину что-то получить, какую-то административную услугу, связанную с его физическим здоровьем и так далее. Поэтому вот это вот как соединить, казалось бы, несоединимое, на сегодняшний день, мне кажется, вопрос решен, по крайней мере, в городе Харькове. Я повторю, что по итогам, не по итогам, а за 12-й год Единый разрешительный центр в городе Харькове набрал максимальное количество баллов по специальной оценочной шкале и занял первое место в Украине. И то, что мы делаем на сегодняшний день, расширяем сеть Центра предоставления административных услуг, опять же, мы являемся первыми. Я уверен, что мы первыми будем еще долго-долго. Предметом особой гордости в свое еще время, когда открывали вот тот первый центр два года назад, была система электронной очереди. Вот что это значит, как это действует? Ну, наверное, многие сталкивались, когда, скажем так, некоторые субъекты предоставления административных услуг, субъекты выдачи документов расширительного характера неумело организовывали рабочий день, что являлось следствием получения больших очередей. Иногда сложности были с номерками на руках, да, я занял очередь, я такой-то, такой-то. Электронная система, во-первых, она ликвидирует любые возможности проявления коррупционной составляющей, связанной с определением очередности, да, либо с искусственным затягиванием, да, и созданием некого дефицита времени. Человек, подойдя к электронному терминалу, выбрав очень просто, если что-то непонятно, всегда есть администратор, который подскажет, консультант, как это сделать, выбрав необходимое действие, что ему нужно получить, разрешительный документ, ту или иную административную услугу, нажав, получив талончик, номер, ожидает в зале приема для посетителей, через короткое время на табло, все, он подходит. И электронная очередь позволяет регистрировать субъекта обращения, помимо того, что присвоен номер, и имеется связь и понимание, для каких целей человек пришел, для оказания какой услуги. То есть вы готовитесь заранее, получается, фактически, да, вот к тому, что сейчас к вам придет человек за условно, не знаю, Конечно, это уже отработано, готово, это будет теперь в каждом территориальном центре, более того, я вам могу сказать, уже на сайте единого разрешительного центра это работает, человек, создав онлайн электронный кабинет, может отслеживать процедуру прохождения его административного дела, либо документы разрешительного характера, на какой стадии это находится. Это удобно, это понятно, прозрачно. Почему нет? Помимо прозрачности, помимо справедливости, помимо законности, что, безусловно, немаловажно, есть еще очень желательный принцип, это оперативность, вот насколько быстро это все оформляется. Насколько быстро оформляется, наиболее типично, скажем, если мы говорим о тех же, не знаю, о тех же паспортах гражданина Украины, да, или о тех же документах, которые дозвол на предпринимательскую деятельность? Я бы начал с двух составляющих. Для администратора, который осуществляет прием заявителя, определено среднее время 15 минут. 15 минут. Это на прием документов, формирование дела и определение, как дальше двигаться. Что касается выдачи того либо иного документа разрешительного характера, оказания той либо иной административной услуги, то действующее законодательство определяет четко сроки, по которым та либо иная административная услуга обязана быть предоставлена. Либо должен быть получен мотивированный, обращаю внимание, отказ с указанием, что не так, что необходимо сделать, чтобы было все в порядке. Поэтому от одного дня до 30 дней, в зависимости от того, что необходимо, сроки установлены. И государственный администратор, и администратор Центра предоставления административных услуг в его функциях, обязанностях и полномочиях есть такой момент, что он может отслеживать сроки и более того, даже применять формы административного воздействия на тот либо иной разрешительный орган, который не укладывается в оговоренный законодательством срок. Но были случаи, когда не укладывались сроки за все это время? Были, конечно. Но мы же живем нормально, и время у нас все должно быть, поэтому бывали. Но это единичные случаи, уверяю вас. Часть отказов, о которых вы говорили, насколько она велика, и с чем это связано? Вот действительно, может быть, человек просто неподготовлен, не имеет каких-то... Ну, это мотивированный отказ, только мотивированный отказ, он может быть сопряжен либо с подачей неполного пакета документов, при этом администратор может отказать вообще приеме, это по закону, это правильно, подача недостоверных документов, содержащих недостоверные сведения, либо невыполнение определенного... Допустим, органы поженнадзора, да, есть определенные требования к формированию ее помещений. Поэтому то, что должен сделать и не сделал заявитель, ну, это влечет за собой мотивированный отказ в выдаче документов решительного характера. Ну, к вам тут тоже в какой-то степени есть вопрос, насколько подробно и насколько хорошо вы информируете, собственно, будущих ваших посетителей в отношении того, когда, с какими документами, да, вот как правильно оформить, есть ли какая-то информация вот по этому поводу, как я могу знать, что мне, собственно, надо принести? Сайт Центра предоставления административных услуг города Харькова содержит перечень административной услуги, и выбрав определенную перечень, можно определить, какой пакет документов необходимо подать. Это первое. Второе, можно проконсультироваться как через электронную почту, так и звонком на телефонный номер Центра предоставления административных услуг и получить необходимую консультацию. Есть ли какая-либо телефонная линия, опять же, что-то вроде линии доверия? Если человеку что-то не понравилось в действиях администратора, куда он может пожаловаться? Это вам, опять же, или в другие какие-то органы он должен идти? Ну, пожалуйста, телефон моей приемной 706-34-46. Пожалуйста. Любые вопросы готовы выслушать, помочь. И опять же, я возвращаюсь к началу программы в отношении того, чего хотелось бы. То, о чем все давно мечтают, собственно говоря, сократить время реального пребывания в учреждении и по максимуму, поскольку 21 век все-таки на дворе, перенести это все в режим онлайн, то есть где-то на сайты и так далее. Насколько, в принципе, есть ли движение по переносу этих услуг именно туда? Да, я не говорю о полном, конечно, получение электронной подписи, дальнейшее развитие, информирование о правильных шагах для получения такой услуги в режиме онлайн, законодательное закрепление четко выраженной процедуры, оно позволит нам двигаться дальше, что мы, собственно говоря, и делаем. То есть за нами загвоздка, получается, туда, да? Нет, нет. Андрей Николаевич, у нас есть телефонный звонок, я предлагаю послушать вопросы наших телезрителей. Мы вас слушаем, добрый вечер. Добрый вечер. У меня такой вопрос. Да. Если в этих центрах рассматриваются такие услуги по согласованию, документации, допустим, обслуживанию самостроя. Ну вот, простите, к сожалению, что-то нас техника, видимо, подводит, связь, услышали только добрый вечер, попробуйте. Добрый вечер. Да. Будет ли в этих центрах такие услуги, как согласование документации, допустим, по узаканиванию самостроя. Узаканивание самостроя, согласование документов по этому вопросу, вот примерно так. Документы, выдаваемые ГАСКОМ, это тоже в перечне услуг, предоставляемых в центрах предоставления административных услуг. В зависимости от того, что нужно от Государственной инспекции архитектурного контроля, опять же, заявитель может обратиться на сайт, прийти лично, либо позвонить по телефону и получить необходимую консультацию. Да. То есть, в принципе, это входит в те 120 даже услуг, которые будут оказываться, да, вот по... Нет, это, я поправлюсь, это было в территориальных центрах. Это территориальные центры, да. С подобным вопросом заявителю следует обратиться по адресу Красношкольная набережная, 26. С какого момента будут открыты все 9 территориальных центров в нашем городе? Скоро, 11 ноября. 11 ноября. Ну, ждать осталось совсем недолго, это хорошо. Андрей Николаевич, спасибо, что сегодня были нашим гостем. Время программы, к сожалению, подошло к концу. Спасибо, что нашли время для наших телезрителей. А вам, дорогие друзья, спасибо, что смотрели нас сегодня. На этом все. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok